Народный фронт Я хорошо помню, я тогда еще перед этим, когда вошел в Верховный Совет, тогдашний Ригигогу, тогда я был главным редактором журнала Викерга «Радуга», и «Радуга» был русскоязычный журнал, и вокруг «Радуга» это был клуб «Референдум». Вот они соединились с собой действительно здесь местной демократически настроенной русскоязычной интеллигенцией. Но при этом русскоязычных жителей нашей страны среди тысячи приглашенных набралось чуть более десятка, причем были здесь и фигуры напрямую с давними событиями не связанные. Например, новоиспеченный житель страны музыкальный критик Артемий Троицкий. Политолог Рафик Григорян считает, что президент, разумеется, волен приглашать, кого считает нужным, и все же такой состав гостей является своеобразным посланием. Что касается неэстонской половины, то как раз наоборот произошло. Те, которые как-то причастны или активно участвовали в восстановлении независимости, они остались за бортом. А пригласили тех, которые, ну как бы сказать, более корректно приглашены в нашу страну исполнять какую-то конкретную миссию вот в новой информационной войне под русофобскими лозунгами. Не попали на приемы представители консервативной партии Эстонии. Президентский прием в феврале этого года они бойкотировали, а на летние уже не получили приглашений. Это, по всей видимости, вызвало у них обиду. Глава управы района Пыхья Таллина, молодой политик Раймонд Кальюлайт, считает, что подсчитывать, сколько и кого пригласил наш уходящий президент на праздник смысла не имеет. А следует обратить внимание на реальные проблемы нашего общества. Что касается приема, я думаю, что в самом деле для большей части русскоязычного населения от этого не... это не самая большая проблема. Самая большая проблема в обществе все-таки то, что у русских людей значительно труднее, например, найти работу, то, что у русских ниже зарплаты и так далее. Значит, с этим заниматься. То, кого зовут на один праздник в году, это не такой важный вопрос. Как бы то ни было, уже этой осенью хозяин в Кадриорге сменится. Кто станет новым президентом, пока неизвестно, но в любом случае от этого будет зависеть многое. В том числе и состав гостей на ярмарке Чечеславия, кое многие считают президентский прием. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.